Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Джамиля Шарипова. И вот главная тема этого выпуска. Акгель избавят от незаконных земельных участков. Иск общественников судом Ленинского района был удовлетворен. Мифидрон. 32 пакета. В Махачкале задержан мужчина с килограммом наркотиков. 50 тысяч человек остались без света. Резкое изменение в погоде в очередной раз стало причиной сбоев в энергоснабжении четырех районов республики. Территорию озера Акгель освободили от будущей застройки. Образование восьми земельных участков на территории столичного озера Ленинским районным судом признано незаконным. Такого решения удалось добиться благодаря работе активистов общественного движения «Город наш». Эти участки были лакомым кусочком для коммерсантов, которые уже подготовились их застраивать под торговые центры, многоэтажные стоянки, рестораны и многое другое. Выяснилось, что формирование земельных участков в границах акватории озера Акгель и его береговой полосы незаконно и нарушает право на благоприятную окружающую среду. Застройка участков нарушает законодательство об охране окружающей среды. Кроме того, спорные земельные участки не могли быть образованы, так как покрыты поверхностными водами озера Акгель и не подлежат приватизации. Из-за мокрого снега в республике без света остались почти 50 тысяч человек. Ухудшение погодных условий привело к массовым авариям на электросетях и отключениям света. Пострадали жители четырех районов – Буйнакского, Бабаюртовского, Кизлярского и Тарумовского районов. К восстановительным работам привлечены более 160 энергетиков, а также 56 единиц техники. В Махачкале задержан мужчина за попытку сбыта килограмма мифедрона. Подозрительного молодого человека сотрудники правоохранительных органов заметили возле одного из домов по улице Ташкентская. При личном досмотре 23-летнего мужчины были обнаружены и изъяты 32 свертка с порошкообразным веществом. Стражу порядка доставили подозреваемого в отдел. В ходе допроса мужчина пояснил, что, получив команду от куратора, расфасовал наркотики на пакеты и планировал сбыть вещество в разных точках города. Директора регионального оператора «Экологи Ка» подозревают о мошенничестве. Об этом сообщают в Следственном комитете по республике. По данным следствия, обвиняемый заключил с руководителями 36 школ и 13 детских садов Дербенского района договоры о поставке контейнеров для твердых коммунальных отходов. 90 контейнеров должны были поставить по адресам. Стоимость каждого из них – 7 тысяч. Товар региональный оператор не представил, однако документы о поставке и приеме контейнеров были оформлены фиктивно. Таким образом, директор присвоил денежную сумму в размере 630 тысяч рублей. Деньги он обналичил и использовал по своему усмотрению. В настоящее время возбуждено уголовное дело. В рейтинге городов России с высоким качеством жизни Махачкала заняла 27 место. Об этом сообщает Финансовый университет при правительстве России. Исследование проводилось на основе отзывов самих россиян о городах. Основными критериями при составлении рейтинга были уровень криминала, конфликтность, интерес к культуре, склонность к миграции, уровень доходов населения, качество городской инфраструктуры и управления. Столица Дагестана поднялась сразу на 50 строчек по сравнению с прошлым годом, когда занимала 75 место. Самый высокий уровень качества жизни в Москве, Санкт-Петербурге и Грозном. Наихудшим для проживания стали Хабаровск, Кемерово и Барнаул. В то же время Дагестан стал лидером внутреннего туризма в 2020 году. Об этом заявили в Ростуризме. На фоне пандемии COVID-19, послужившей причиной для закрытия многих туристических маршрутов, наша республика стала более привлекательным для российских туристов. Гостей устраивают невысокие расходы на поездку и обилие исторических и природных памятников. В их числе крепость Нарын-Кала в Дербенте, водопад Табот, аул Чох, Сулакский каньон, село уникальных мастеровых Кубачи и другие достопримечательности. В Госдуму внесли законопроект о дополнительной индексации пенсии в течение года. Авторами инициативы выступили депутаты от ЛДПР. По задумке парламентариев, пенсии должны быть индексироваться ежегодно с 1 апреля с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Кроме того, пенсии предлагается индексировать с 1 июля в случае, если темпы инфляции за прошлый год превысит темп роста прожиточного минимума. Так, с 1 января предполагается индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии. Депутаты считают, что этот законопроект не обяжет, а лишь даст право индексировать пенсии чаще одного раза в год, поскольку сейчас законодательство это сделать не позволяет. В России вступили в силу новые правила, которые усиливают контроль за оборотом наличных средств. Соответствующие поправки были внесены с целью противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Таким образом, введены два новых ограничения в потребительской сфере, а именно информация об операциях свыше 600 тысяч рублей будет передаваться в Росфинмониторинг для анализа, а также будут контролироваться почтовые переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей. По мнению аналитиков, это перекроет канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы. В Буйнакске состоялась встреча религиозных и общественных деятелей с известными спортсменами и тренерами, а именно выходцами из Кумыгских районов республики. Цель встречи, по словам организаторов мероприятия, укрепить единство и сплоченность народа, обсудить проблему молодежи и выработать методы пропаганды здорового образа жизни среди населения. Помимо этого, богословы выступили с назидательной речью, напомнили участникам встречи о необходимости расти духовно, приносить пользу обществу и быть примером для подрастающего поколения. Экспортивным новостям. Бойцовская лига ACA объявила дату следующего поединка Мурада Абдулаева. Обладатель чемпионского пояса в полусреднем весе проведет защиту титула 26 февраля. Место проведения турнира будет объявлено позднее. Соперником дагестанца станет Абубакар Вагаев. Отметим, что они уже встречались в октагоне. В октябре 2018 года Абдулаев победил бойца из Чечни и забрал у него титул чемпиона Лиги Ахмат. После серии из трех побед Вагаев теперь стал обязательным претендентом на титул. Абдулаев проведет лишь первую защиту чемпионского пояса, который он завоевал в сентябре 2020 года, победив решением судей у Али Багова. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Всех благ. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!